всем привет сейчас делаю обзор на камни которые у меня появились новые и будет наверное несколько серий потому что у меня не поместились все камни на одном столе поэтому давайте по-быстрому расскажу перламутр белый очень люблю перламутр бежевый мне он очень нравится но и белый всегда конечно же нужен вообще белые бусины они просто базовые точно так же как и черные принципе точно так же как и коричневая но белый цвет есть белый цвет и так перламутр белого цвета я беру бусины разных диаметров у меня всегда есть на этот раз я взяла мелкие вот эти 4 миллиметра вот эти 6 миллиметров и также я беру вот такого плана бусины они хорошо идут на сережки и также я их использую из использую вышивки это гораздо дешевле чем покупать отдельно кабошон и перламутра дальше вот это халцидон на камеру смотрится грязным цветом на самом деле они просто прозрачные водянистые бусины вот это частая история когда на камеру бусины смотрится грязными так часто смотрится грязным аквамарин так часто смотрится грязным розовый кварц хотя он на и чистейшие и просто не очень модно к розовому квартиру сейчас придем поэтому скорее слушайте мои комментарии чем чем верьте своим глазам и так прозрачные бусины халцидона тоже очень красиво смотрятся в украшении и когда есть какой-то кулон очень красивый иногда просто незаменима такая нейтральная совершенно нейтральная нейтральные бусы дальше агат граненый 6 миллиметров белый это тонированный агат агат тонируют разные расцветки точно также как и халцидон под любые камни и белый агат это тонированный дальше идет хрусталь горный хрусталь кубики большие 10 миллиметров у меня на самом деле много горного хрусталя разных форм и если я вижу просто хорошего качества бусины я всегда их покупаю и так вот эти две нити мы пропустим и начнем дальше вот это разноцветные нити это берил то же самое смотрится у вас грязным цветом на самом деле на и чистейшие бусины очень красивые и берил есть в шарике и здесь преобладают больше аквамариновые бусины есть берил вот такой секторами я очень красивое украшение делаю вот из этих хранделей мне нравится чокер а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь возвращаемся к вот этим двум веточкам тоже, которые смотрятся гораздо грязнее Может у меня так камера просто? Да нет, мне кажется, с любой точки Вот так вот, все-таки, мне кажется, почище, да, они смотрятся? Так, и вот эти две ниточки очень похожи на аквамарин, но это не аквамарин, это тонированный халцидон И, соответственно, цена будет гораздо дешевле, чем у аквамарина Аквамарин вообще один из самых дорогих камней, с которыми я работаю Украшения с аквамарином Красивые? Чудесные? А теперь квест Найдите украшения не с аквамарином Аквамарин Аквамарин Халцидон тонированный Один в один На камеру разница больше видна Глазом я не могу отличить этой разницы И это тоже аквамарин Дальше переходим к розовому кварцу Розового кварца я прям закупила в этот раз много Шикарнейший розовый кварц Вот этот 10 или даже 11 миллиметров Он крупный С такими бусинами я делаю серьги Смотрите, тоже как на камеру Ну, переворачиваю, уходит вообще Ну, извините, я уже так вот сижу Так, вот этот, смотрите, как грязно смотрится Конечно, он на самом деле тоже немного темнее Но он очень красивый Как буду снимать его в украшении, даже не знаю Не приложу ума, чтобы все это красиво снять У меня еще есть кунцит Кунцит Цвет практически как розовый кварц Только еще С фиолетовым отливом таким Очень красивые бусины Кунцит, конечно, дороже розового кварца И розовый кварц, он тоже разный по цене Когда меня спрашивают, сколько будут стоить бусины Вот, допустим, из этих бусин будет одна цена И вот этот такой же размер бусин будет совершенно другая цена Вот этот дешевле Розовый кварц Который водянистый, прозрачный Вот этот называют мадагаскарский розовый кварц Мадагаскарский он или нет, я, естественно, не знаю И никто этого, я думаю, досконально не знает Но вот так вот продавцы определяют Такой плотный, красивый розовый кварц Очень красивые бусины Также вот такие бусины бочонками Я всегда покупаю разные формы Они хорошо идут на серьги Они хорошо идут какие-то разные украшения В общем, каждому свое Вот это тоже чудесная ниточка Это 8 мм бусины Говорю на глаз Если прям кому-то надо четко-четко Я могу померить штангель циркуля Но плюс-минус полмиллиметра в разброс идет Потому что, естественно, никто по какому-то стандарту Бусины не гранит Вот примерный размер Так, дальше Вот такие три нити Обожаю эту форму Они бывают в разных размерах Крупнее и мельче Розовые кварцы Я всегда вот эти бусины покупаю Такой рис Но вот это крупный рис Крупные прикрупные капли розового кварца Тоже делаю с ними кулоны Делаю с ними сережки Популярная у меня модель Так, следующее Граненые бусины розового кварца Видите, есть Я не беру тонированные бусины Это все не тонированный розовый кварц Он есть побледнее Есть понасыщеннее расцветка Но тем не менее А еще вот эти нити Которые яркие проходят Вот сейчас я вытащу эту яркую нить И бусина станет еще бледнее Поэтому то, что в нити Это такое немножко обманчивое Обманчивое В общем, не верьте Вот, чуть-чуть будет побледнее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, дальше Переходим к аметисту Аметиста тоже у меня очень много Но в этот раз увидела новые формы И не смогла пройти мимо Во-первых, посмотрите Вот это вот крупные Прикрупные бусины Просто наичудеснейшего Красивого аметиста Так, я планирую Что это будут серьги Надо придумать какую-то новую модель А вот эти бочонки У меня уже есть Несколько моделей С такими бочонками Вот я их все время подкупаю Можно, конечно, и бусы Если кому-то нравится Такая форма сделать Тоже будет красиво И тоже вот эти бочонки Они есть разных размеров Вот это крупные Так, чудеснейшая рандели Аметиста купила Смотрите Прозрачные, граненые Ну, в общем, очень красивые Тоже покупаю такую форму Применяю их часто И вы видели у меня Цитриновые такие рандели Много где стоят Так, дальше Вот эти тоже большие Прибольшие бочонки Обожаю Такую форму Просто как центральная бусина Куда-то на браслет В серьги Просто на И крупнейшие бусины аметиста Это миллиметров 20 в длину бусина На нити, конечно же, есть Светлее, темнее Прям таких ярких-ярких Ну, может быть, половина нити Если не меньше Но вот эти тоже Очень красиво смотрятся Если как-то обыграть Вот браслет Поставить одну центральную бусину Такую А дальше поставить Темные бусины аметиста И она наоборот Заиграет на этом контрасте Очень красиво Так, про капельки забыла сказать У меня есть вот такие капельки И больше И такого же размера Но у меня капельки прозрачные А вот эти капельки Видите, практически все плотные Аметист тоже Понятно, что бывает разный Вот, в этот раз я решила Что мне нужны такие плотные капельки И опять Три ниточки Похожи на аметист Но это тонированный халцедон Под аметист Очень нежный Красивый расцветки И очень жаль мне Что он передается у вас Грязным цветом Дальше Мой любимый Лабрадор У меня всегда в наличии Есть бусина лабрадора Есть кулоны с лабрадором Это чудеснейший камень Который просто будет играть В украшении И кулон Если еще подобрать красивый Будет особенно хорошо В этот раз я купила мелкие бусины Потому что крупные у меня еще есть в наличии Дальше идет аппатит С аппатитом Я еще не делала украшений Но постепенно закупаю материал Чтобы тоже сделать какую-то коллекцию С аппатитом Дорогой красивый камень Взяла мелкие бусины Будут несколько чокеров И также крупные бусины Что-то надо с ним придумать Дальше Три ниточки Вот это гавлит Тонированный под бирюзу Многие говорят бирюза Нет, это не бирюза Это гавлит Тонированный И я всегда покупаю Или докупаю что-то Или покупаю новую форму Очень удобно в чокеры Вставлять вот такие вот Разделители, бусины Да Очень многим нравится Эта расцветка И дальше идет Просто шикарный Амазонит Просто Вот кто любит Амазонит Вот говорю Что качество Просто супер Вот это рандели Крупные Они Ну минимум 8 миллиметров Рандели Но Можно просто Такое украшение Да Одни рандели Но чтобы оно Было более пластичным Можно его И разделить Поставить там Допустим Четыре разделения Буса Подобрав Все хорошо По размеру И будет Очень красиво И Тоже Амазонит Но мельче Вообще Чем крупнее Бусина Тем Как-то Лучше Видна Виден Цвет Структура Камья Конечно Чем крупнее Тем Тем Интереснее Но Но Не все Любят Во-первых Крупные Во-вторых Всякие Украшения Нужны К определенному Случаю На какой-то День Да Кому-то Кто-то Может Каждый день Носить И крупные Бусины Но Основная Масса Людей Конечно Просто мелкий Чокер Просто Замечательно С простой Золотой Цепочкой Или Два Чокера Причем Это Могут Быть Разные Камни Но Которые Хорошо Как-то Вместе Смотрятся Дальше Чудесные Бусины Азур Малахида Азурмалахито Я Прям Вот Жалею Что Я Не С Того Ракурса Как-то Снимаю Они Ярко Голубые С Ключением Малахито Зеленого Тоже Я Делаю Чокеры У меня Есть Модели С Разделением И Без Разделения Какие Лучше Смотрятся Но Мне Больше Нравится С Разделением Но Так Как Камень Вот Такой Пестрый То Можно И Просто Будет Просто Ниточка Такого Красивого Камня Дальше Идет Лунный Камень Три Нити Я Купила Вот Он С Резацией Но Чтобы Увидеть Эту Резацию Надо Его Как-то Повернуть Чтобы Эта Резация Заиграла Вот Это Тоже Очень Дорогой Камень И Если Подобрать Красиво Фурнитуру И Украшения Можно Сделать Какое-то Красивое Эксклюзивное Украшение Дальше Посмотрите Какой Красивый Перламутр Посмотрите Какая Роскошь Взяла На Кулоны И Вышивку Куда-то Использовать Потому Что Плоские Красивые И Каждая Бусина Просто Чудесная И Всего Одна Нить Такая Была Я Бо Взяла Больше В принципе Можно И Серьги Даже Сделать Такие Но Надо Подумать Над Моделью Так Дальше Агат Бусины Дзи Тонированный Агат Просто Вот Такие Рисунки На Него Наносят Разных Форм Есть В данном Случае Бочонки Можно Сделать Полностью Украшение Из Таких Бусин Можно Использовать Чокер Куда-то По 2-4 Бусины И Сразу Украшение Будет Иметь Какой-то Этнический Характер И Вот Я Положила Здесь Рядом С Перламутром Посмотрите Тоже Как Красиво По Цвету Все Это Сочетается Дальше Принят Принят В этот Раз Я Взяла Три Формы Бусин Это Бусины Рис Крупные Вот Такие Цилиндры И Круглые Бусины Цилиндры Я Взяла Специально Взяла Мне Нужны Были И Темные Потому Что До Этого Я Брала Цилиндры Светлые И Мне Все Равно Нравится Когда Есть Вы Смотрите Бусины В этот раз У меня Практически Все Без Черных Включений И Часто Спрашивают Какие Лучше Да Никакие Не Лучше Самое Главное Чтобы В украшении Вернее Чтобы Украшение Смотрелось Красиво Понимаете Иногда Нужны Чистые Пречистые А иногда Надо Чтобы Наоборот Были И черные Включения И Бусины Вот Эти Зеленые А есть Такие Желтоватые В общем Каждый Раз Надо Разный Материал Вот В этот раз Я Принес Взял Такой Так Вот Это Тоже Тонированный Халцидон Бусины Я Всегда Беру Эту Расцветку У меня У меня Как Правило Есть Круглые Капли Вот Этой Форм Вот Этого Цвета Мне Он Очень Нравится И Он Очень Красиво Смотрится Когда Разбавляешь Эти Бусины Фурнитурой Дальше Бусины Бусины Станут Чуть Чуть Бледнее Но Именно Этим Бусинам Это Не Помешает И Неоднородная Видите Окраска Этил Бусин Ну И Гематит Гематит Это Разделение Между Бусинами Его Всегда Надо Много Надо Разных Форм Чтобы Сделать Красивое Гармоничное Украшение Сейчас Попробую Снять Вторую Серию Но Перед Этим Пожалуйста Жду Комментарии Нужна Ли Вторая Серия И Пишите Какой Камень Вам Больше Всего Понравился Потому Что Одному Нравится Одно Другому Нравится Другое И Несмотря Какое Настроение Какой Костюм Какой Случай Какое Время Года Это Тоже Все Влияет Какие Украшения Заказывают Жду От Вас Комментарии Серия Номер 2 Выключила Кольцевую Лампу И Мне Кажется Что Вот Так Расцветки Камней Смотрятся Естественнее Не догадалась Первой Серии Это Сделать Так Я Снимаю Все Одним Дублем Поэтому Если Буду Заговариваться Прошу Прощения Начну С Раухтопаза В середине Лежат Капли Чудесные Причудесные Раухтопаза Которые Использую На Сережки На Подвески И С Двух Сторон От Этих Капель Лежит Раухтопаз Разные Серии Вот Хочу Вам Показать Он Есть Посветлее Потемнее На Просвет Есть Которые Коричневую Сторон Уходит Серую Сторон Уходит Есть С Включениями Есть Без Включений Разные Партии Когда Я делаю Бусы Я Как Правило Показываю Камни Поближе И Из Которых Будут Сделаны Бусы Так Что Кто Хочет С Раухтопаз Я Купила Вот Свой Любимый Пожалуйста Есть Наличие Следующий Камень Это Флюорит 6 Миллиметров С Очень Красивой Огранкой Я Видно Вам Или Нет Не Очень Хорошо Видно Но Очень Хорошая Огранка У Этих Камней Просто Замечательная И Капельки Как Всегда Эти Капли Уже Намного Меньше Чем Чем Раухтопаз Видите И С ними Конечно Получится Совершенно Другие Сережки По Форме По Размеру Так Гранат Просто Красивые Чудесные 12 Миллиметровые Бусины Граната Посмотрите Какой Тут И Огранка Хороша И Расцветка Хороша И Единственное Что Надо Учесть Что Гранат Очень Тяжелый И Бусины Эти Прям Весят Весят Так Рядом Лежит Тоже Гранат Рандели Это Украшение Будет Из Серии Эксклюзив Какие Украшения Я отношу К серии Эксклюзив Но У меня Как Бы Это Редкие Камни Дорогие В Хорошей Огранке Ну И Соответственно Ценовая Сектор Их Это Будет Высокий Вот И Еще Я Купила Вот Такие Маленькие Бусины Граната На Чокер Или Еще Куда Либо Некоторые Просят Сделать Допустим Бусы Граната И Чокер Из Мелких Бусин Граната Конечно Тоже Выйдет Цена Сразу Потому Что На Кисть Я Говорила Слушайте Я уже Так Устала Говорить Вторую Серию Снимаю Вот На Кисть Уходит Очень Много Мелких Бусин Чтобы Сделать Нормальной Пушистости Кисть Надо Прям Ну Минимум Нитей 5-6 Вот Это Сразу Выскакивает Цена Так И Вот Это Капли И Бусины Смотрятся Они У вас Вот Хоть Я и Выключила Свет Совсем Совсем Другого Цвета Они Смотрятся На Самом Деле Это Темно Темно Винный Красивый Цвет У вас Смотрятся Они Гораздо Светлее То же Самое Они Очень Мне Это Все Нравится Это Тонированный Халцедон По цвету Я Глазом Вижу Что Очень Похож На Гранат Но На Камеру Совершенно Все По-другому Так Рубин 5 Миллиметров И 3 Миллиметра Или 6 6 Миллиметров Наверное И 3 Миллиметра Так Еще Очень Красивые Бусины Просто Очень Крупные Я Думаю Что Это 10 Миллиметров Кубик Это Родонит Очень Красивый Родонит Яркий Без Черных Включений Так Еще Ниточка Взяла Вот Такую Одну Ниточку Хочу Попробовать Сделать Бусы Прям Из Таких Срезов Агата Мне Понравилась Расцветка Серо-розовая Есть Такие И Бусины Кстати Серо-розовая Ну Вот Я Хочу Попробовать Не знаю Как Будет Смотреться Конечно Я Уберу Другое Разделение Здесь Все Поставлю Обыграю Чтобы Они Лежали Удобно Хорошо Не Украшение Плавное Такое Было Рядом С этими Бусинами Лежит Как Это Его Зовут Я Забыла Родохрозит Одна Нить У меня Есть Два Очень Красивых Браслета Ну По-моему Они Далеко Хотела Бы Я Вам Их Показать Нет У меня Подруг А Вот Сейчас Я Вам Покажу Сейчас Посмотрите Какие Шикарные Браслеты И Я Покупала Один Себе А Второй Думала Сделаю Какое То Украшение Ну Вот Тот Который Себе Я Сставляю Себе И Сделаю Себе Бусы Шикарная Расцветка Которая Мне Кажется Что Сейчас Очень Актуальна Очень Модно Бежевые Очень Модно Такие Пастельные Какие Тона Приглушенный Розовый Вот И Вот Эта Ниточку Родохрозита Понимаете Да Про Что Я Говорю Вот Про Эту Это Тоже Дорогой Камень Должно Получиться Красивое Украшение Дальше Идет Солнечный Камень Чудесного Качества Тоже У меня Есть Разные Формы Этого Камня И Если Я Вижу Хорошие Экземпляры Которые Такие Шелковистые Резирующие Я Всегда Покупаю Это Бусины На 10 Миллиметров Куда Теряется Фокус Такого Плана Бусины Тоже Надо Показывать В Движении Потому Что Они Тогда Начинают Играть Следующее Это Сердолик Я Делала Сердоликов Коллекцию У меня Под Выпились Камни Кстати Еще Два Украшения Из Этой Коллекции У меня В наличии Кто Любит Сердолик Можете Написать На Ватсап Я Покажу Вам Какие Украшения Есть В наличии И Тут Неожиданности Нет Это Бочонки Которые Я Люблю И Красивые Очень Получается Форма Бус Украшения и конечно же простые круглые бусины с двух сторон от этих бочонок лежат из двух партий видите вот эти посветлее вернее они такие не совсем однородные нити есть потемнее посветлее более прозрачные и огранка немножко отличается от тех что лежат по другую сторону от бочонков здесь уже потемнее и огранка другая какая лучше какая хуже еще раз не спрашивайте мне такие вещи то что хуже я вообще не покупаю а все что есть это все очень красиво и хорошо так но и тигровый глаз я беру светлый все совсем ушло куда-то все ушло ушло и не видно цвета красивого без света еще хуже вот как говорят что нельзя снимать без света вот вот такой красивый тигровый глаз я его обожаю его любят заказывать симберцитом очень подходит к этому камню а а я всегда заказываю то, что у меня уже закончилось ну и циркон это расхожее название это кубический цирконий или фианит тяжелые бусины они их делают разных расцветок их можно хорошо комбинировать с натуральным камнем и украшения начинают просто играть что по форме две формы я люблю круглую и люблю все блестит и теряется фокус сейчас попробую сконцентрировать камеру вот такую тоже форму я очень люблю я подзаказала то, что у меня подвыбилось по размерам я заказываю 3, 4 и 6 миллиметров 6 миллиметров шикарные бусины и их можно комбинировать допустим вот эти с аметистом и даже если не очень зрачный аметист будет и добавив такую красоту сразу бусина начинает по-другому играть ну и также можно сделать просто бусы из вот этих фианитов они просто очень замечательно и красиво смотрятся я уже не использую стеклянные бусины я использую в основном вот такие все жду от вас опять комментарии комментарии это мне награда не поскупитесь напишите что-нибудь мне будет очень приятно увидеть обратную связь все бусины шикарные но как буду снимать вот эти винные красивые темные глубокий глубокий темный цвет который вот так вот предательски смотрится другим вот как мне его снять никак сейчас попробую включить свет и показать вам еще как со светом это все смотрится вот кстати со светом даже ближе к теме родонит шикарный у меня есть еще кулон на чокер такой авторский с родонитом почти законченный я его когда-то давно начинала делать но потом решила что нет достойных бусин возможно доделала вот видите как красиво все сверкает они действительно просто сверкают и переливаются и мне еще нравится когда полу дикие бусины сегодня у меня в обзоре в основном все бусины хорошие обработки но иногда бывают полу дикие бусины да вот как вот эти агаты и с ними когда добавляешь вот циркон тоже получается такой эффект очень красивый мне нравится вот сегодня я поговорила с вами наконец-таки а то думаю платформа telegram в общем то надо разговаривать я ж не пишущий человек да я снимающие видео и конечно для того чтобы иметь хорошую связь со своими подписчиками надо побольше с ними общаться я думаю что же мне рассказать сегодня наконец-таки с вами поговорила если будет обратная связь хорошую буду разговаривать чаще все на сегодня пока пока один браслет с рода хоразитом у меня есть наличие но он на маленький размер размер запястья 15-16 сантиметров потому что я не знала какой себе оставлю и брала два шикарная под многие вот сейчас наряды подходят такие браслеты все на сегодня пока пока встретимся в комментариях пока 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 пока